На графике я вижу план-факт, я вижу отклонение. Если у меня где-то идут отклонения в меньшую сторону по отношению к плану, то значит через какое-то время, равное переходу из заключения договора о получении денег, я недополучу средства, а значит мне необходимо либо проинформировать отдел поставок, отдел логистики, производства, либо предпринять некие действия, чтобы все-таки выполнить план. То есть я не просто констатирую факт, что опять не выполнил план месяца. Я констатирую факт, что я недовыполню его заранее и могу соответственно предпринять некие аварийные действия, которые позволят все-таки исправить ситуацию. Как рассчитать воронку? Давайте рассмотрим достаточно простой пример. К примеру, некая компания, которая занимается прямыми продажами промышленным клиентам, руководство желает, чтобы один продавец в месяц приносил компании не менее 800 тысяч рублей. Великолепно. Почему бы и нет? Мы можем идти и от желаемых цифр. Мы посчитали, подняв статистику из 1С, что средняя сделка за прошлый год составила 65 тысяч рублей. А значит, для того, чтобы выполнить этот план, продавец должен выиграть 12 сделок. Мы посчитали, что лишь 32% выставленных счетов, вот он ключевой показатель, в количественном выражении выставленные счета оплачены. Было очень любопытно и то, что в денежном выражении было оплачено лишь 27% счетов. А значит, вот он показатель качества. Продавцы проигрывают самые выгодные, самые дорогие сделки. Оцепляются именно за мелкие, где им проще работать. То есть, неверно выбран фокус, неверно выбран направление. Соответственно, если 32% выставленных счетов приводит только к сделкам, то в месяц продавец должен выставлять 38 счетов каждый месяц на одного менеджера, для того, чтобы получить данный желаемый объем продаж. Опросив продавцов, мы получили некий показатель. 15 звонков на одну сделку надо сделать продавцу, неважно, старым, новым клиентам, в среднем. Продавцы знают такой показатель, но их выведен уже эмпирически. 15 звонков для того, чтобы получить одну сделку. Вернее, один счет. Соответственно, мы можем рассчитать и показатели на день и на неделю. Итак, чтобы выполнить данный план, продавцу необходимо в день делать не менее 28 звонков и выставлять не менее 9 счетов в неделю. И если продавцы отклонились от этих плановых показателей в меньшую сторону, то высока вероятность того, что план не будет выполнен. Это, вероятно, стремится к 100%. Потому что показатели переходов, а именно, показатели перехода, 32% выставленных счетов, 15 звонков на одну сделку, достаточно стабильные и должны быть примерно одинаковые в рамках вашего отдела продаж. Если это невозможно, если мы считаем, что 28 звонков это много, мы должны пересмотреть качество работы наших продавцов. То есть мы можем улучшать не только активность, мы можем улучшать также и качество работы. К примеру, более точно выбирать клиентов, которым осуществляются звонки, это позволит сократить примерно 30% количество звонков, которые необходимо сделать для того, чтобы получить один счет. Я могу научить продавцов выигрывать большее количество счетов, большее количество сделок. То есть я понимаю уже даже, куда приложить, вот он инструмент диагностики, приложить усилия в обучении, в развитии своих подчиненных, для того, чтобы получить более значимый результат. С другой стороны, очень интересный показатель. Если в день продавец будет делать на один звонок больше, то в месяц он получит еще где-то в среднем плюс одну, плюс полторы сделки. Неплохо, правда ли? Давайте двигаться дальше. То, о чем мы поговорим, уже отчасти переходим. Это ключевые показатели эффективности. K-Performance Indicator. Ключевые показатели эффективности – это некие производные деятельности, которые отражают качество направления работы ваших подчиненных. Но они могут быть не только количественными, они могут быть и качественными. Качественные – соблюдение стандартов. Как я могу измерить соблюдение стандартов работы в качестве? Они либо выполняются, либо не выполняются. Ну, может быть, с некоторыми градациями – хорошо, плохо, никак. Вот примеры ключевых показателей. Их может быть достаточно много. Они могут быть любые. Нам приходилось контролировать, удавалось контролировать до 83 ключевых показателей по каждому продавцу. Не-не-не, я не призываю вас. Это был полезный опыт для нас с той точки зрения, что столько не надо. На самом деле, 83 показателя по каждому продавцу. Понятно, что мы видели их деятельность абсолютно в любых разрезах. Они были перед нами, образно говоря, как голые. Но управлять подобным количеством показателей нет необходимости. У вас должно быть не больше 4 основных ключевых показателя. И еще 3-4 дополнительных, не больше. Это то, на что вы можете влиять. Это то, чем вы можете управлять. Все остальное, по большому счету, уже избыточно. Но управлять я могу не только эффективностью и качеством через ключевые показатели. На примерах чуть позже мы рассмотрим, как это делать. Но могу управлять и активностью своих подчиненных. Заданием стандартов. То есть часто во многих продажах результат напрямую связан с их активностью. А сколько он встреч сделал? А сколько раз он был у клиента? Сколько он сделал звонков? То есть мне даже не обязательно контролировать качество. Просто частоту. Иногда у меня были споры с подчиненным по поводу неэффективности прямых звонков. Идею подчеркнул господина Шифмана, моего американского коллеги. Он предлагал продавцам заполнить листик из 500 клеточек. Я последовал его примеру и предлагал продавцам заполнить... То есть сделал звонок, поставил крестик. И если после 500 звонков он не получал 2-3 сделки, я проигрывал ящик шампанского. Я ни разу не проиграл. Но это определенное измерение, это определенная активность, которая приводит к результату. Я могу измерять активность в виде стандартов, управлять ей, сколько встреч, сколько звонков, сколько предложений должно быть выставлено. А также могу и в виде баллов. Баллы позволяют нивелировать стандарты между теми, кто занимается активным поиском клиентов и кто обслуживает старую клиентскую базу. То есть за каждое действие назначаю балл и как набрать данные действия решает сам продавец. Безусловно, здесь должны быть ограничения, что на звонках должно быть набрано не более чем. Либо должно быть набрано, премиум всего прочего, на встречах какое-то количество баллов по одной простой причине, чтобы продавец не халтурил и не выполнял лишь отдельные составляющие. То, о чем мы говорим, активность применима не для всех продаж. Давайте я сразу оговорюсь. Активность применима в том случае, где сделка для клиента является незначимой, незначительной и не требует сложных и больших процедур принятия решения в рамках компании. Активность хороша в том случае, если количество потенциальных клиентов на рынке гораздо больше, чем те, кто являются сейчас вашими клиентами. То есть рынок растущий. В противном случае мы будем говорить уже об измерении эффективности стратегии. То есть будет более успешен не тот продавец, который делает больше телодвижений, либо большую активность, а тот, кто лучше выстраивает стратегию работы с организацией. И измерить стратегию уже несколько сложнее, но тем не менее к ней можно отнести количество лиц.